В выставочном пространстве отдела редких книг Самарско-областной универсальной научной библиотеки открылась выставка с редкими афишами, спектаклей и концертов. Экспозиция посвящена творческой деятельности артистов Большого театра, эвакуированных в областную столицу в годы Великой Отечественной войны. Библиотека в то время тоже жила в Доме культуры по соседству с Большим театром. И поскольку в библиотекаре люди очень собирательные, то в фондах нашей богатейшей и старейшей библиотеки у нас сейчас находится 150 афиш, связанных с жизнью Большого театра, с его театральной и концертной деятельностью в Куйбышеве. И центральное место по праву занимает единственная в мире афиша «Подлинник». Это премьерная афиша седьмой симфонии Шостаковича, которая, как известно, была исполнена впервые у нас в 5 марта 1942 года симфоническим оркестром Большого театра. В преддверии грядущего 250-летия Государственного академического Большого театра России, который состоится в 2026 году по инициативе президента Российской Федерации, по всей стране проводятся тематические культурные мероприятия. Самарская областная универсальная научная библиотека не осталась в стороне и приглашает жителей города на экспозицию, которая приоткроет важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева о работе Большого театра СССР. Средним тиражом афиши Большого театра выходили где-то 175 экземпляров, было меньше, но самый большой тираж был у той самой афиши «Седьмой симфонии» 5 марта 1942 года. Она вышла тиражом 250 экземпляров. Ну а так в среднем афиши, например, концерта Ивана Козловского, 225 экземпляров, такой достаточно был крупный концерт, весь сбор с этого концерта пошел в фонд обороны. Посетители выставки смогут увидеть десятки подлинных афиш концертов и спектаклей тех лет, которые воссоздают театральную концертную жизнь тылового города. Познакомятся гости библиотеки и с редкими печатными изданиями о Большом театре, узнают о его деятельности в эвакуации и о работавших в нем знаменитых артистах и музыкантах, рассказы о которых можно будет найти как в сохранившихся воспоминаниях очевидцев, так и в современных исследованиях, представленных в экспозиции. Выставка продлится до 22 марта 2024 года. Вход свободный. Елена Черневская, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...